Всем привет, ребятушки! У нас уже сегодня среда, 14 июля, а я всё никак не могу записать видео и поделиться с вами нашими новостями. Почему я не могу это сделать? Потому что с понедельника у меня очень какая-то непонятная ситуация произошла со здоровьем. В понедельник у меня безумно сильно болела голова, просто раскалывалась. Я целый день проходила с головной болью, никакие таблетки, никакие лекарства, ничего мне не помогало. И кофе я попила, и шоколадку съела, потому что думала, что, скорее всего, что это связано с давлением, потому что у нас очень сильные перепады в плане температуры. В субботу и воскресенье было 16 градусов, а с понедельника опять 35. Очень душно, очень жарко, у меня кровь с носа пошла. Во вторник я тоже себя очень слабо чувствовала. Сегодня среда, вроде как, получше, но всё равно такое какое-то состояние вялое. Это что касается моего здоровья. А вообще я хотела вам рассказать о том, что в понедельник к нам приехала бригада монтажников, и вот что произошло. Всем привет, ребятушки! К нам приехали устанавливать солнечные батареи. Сейчас пойду куда-нибудь туда сяду на лавочку, покажу вам, как на крыше выглядит. Смотрите, с этой стороны будет у нас солнечные батареи. И всё бы было хорошо, если бы не одно «но». Ребята, кстати, русскоязычные. Без проблем общаемся. Но они не из Украины, они из Белоруссии. Сразу слышен этот акцент, когда «ге» говорят чётко. «Че», «что», «как». Ой, сейчас, ребят, уберу лестницу и расскажу вам, что произошло. Я вам показала кусочек с понедельника. Это то, что я немножко поснимала, потом я там делами своими занималась. И да, у нас теперь есть солнечные батареи, у нас стоят на крыше солнечные панели. Но давайте, наверное, по порядку я всё расскажу, чтобы не прыгать с одной темы на вторую. Только я сейчас местечко себе какое-нибудь найду. В общем, давайте начнём с того, что когда мы задумались о том, чтобы установить у себя солнечные панели, солнечные батареи на крыше, естественно, мы связались с различными компаниями, которые предоставляют данную услугу. И решили сотрудничать с компанией, которая называется «Эдисон». В каком-то из видео я вам показывала визитку, номера телефонов этой компании. Одену очки, потому что всё равно щурюсь. К нам приехал консультант, рассказал, как что происходит, сколько необходимо солнечных панелей для нашего дома, как лучше это устанавливается, сроки установки. В принципе, всё рассказала, что нас интересовало, всю информацию. Когда мы начали задумываться о том, что да, действительно мы хотим всё-таки солнечные панели установить, но мы хотим не только на электричество, но ещё и хотим, чтобы у нас солнечные батареи были подключены к воде, то есть чтобы в летний период у нас нагревалась вода, то есть шла на помпу тепла энергия от одной из солнечных батарей. Почему именно от одной? Потому что именно этот консультант, он нам посчитал 10 солнечных батарей и сказал, что если мы хотим, чтобы у нас была тёплая вода, особенно в летний период, так же и в весенний, и в осенний, но в летний она будет постоянно горячая. Естественно, зимой, что не будет прям такая горячая, либо будет, но будет её мало. То нам необходимо ещё одну установить солнечную батарею, которая будет идти только конкретно на помпу воды. Исходя из этого, мы решили, что нам не надо 10 солнечных панелей, и сказали, что нам нужна 11, потому что, естественно, мы хотим, чтобы у нас была горячая вода, особенно в летний период. Нам всё это посчитали, сказали сумму, всё это нас устроило, мы решили заказывать. Приехал курьер, привёз эту палету с солнечными панелями. Мы позвонили в компанию Эдисон, сообщили о том, что палета уже у нас на месте. На следующий день нам перезвонили, сообщили о том, что в понедельник приедет монтажная группа и будет уже устанавливать всё на крыше. Ну и всё, как бы всё пошло быстро, очень оперативно, и, естественно, мы этому были рады. И тут возникла такая ситуация не очень, как бы, хорошая, что когда приехали ребята, я, естественно, как бы начала им показывать всё, да, там они же спрашивают, где там счётчик, и то и сё. Как я уже ранее говорила, ребята с монтажной бригады, они русскоязычные, поэтому вообще мне было с ними легко и просто общаться, и много чего хотелось узнать, поинтересоваться, поэтому мы с ними разговорились, они рассказали все нюансы, все события, которые происходят. Ну, люди устанавливают эти солнечные батареи, они работают уже, как бы, не первый год, а, ну, один из парней, там, 4 года уже занимается именно установкой этих солнечных панелей. Он знает уже всё от и до, чего не знают, кстати, консультанты. Они сказали, что многие консультанты, которые предлагают данную услугу, они не все компетентны, и много бывает такого, что когда приезжают ребята на установку, то хозяева начинают спрашивать, что-то жалуются, говорят, а нам так сказали, а нам так сказали, по факту этого ничего как бы не делается, и нет такого. То есть консультанты дают ложную информацию. Так вот, о чём я там говорила. То, что начала показывать её счётчик, то всё, и всё. И они как бы это... Я же говорю, ребят, а там по поводу воды, почему вы не смотрите, там, пойдёмте в котловню, то всё. Я всё воскресенье эту котловню отмывала полностью, там и стены, и потолок, чтобы всё было чисто, чтобы они там не пачкались в саже. Они говорят, нам не надо никакая вода, нам не надо никакая котловня. Я вообще была в шоке, что нам не надо никакие помпы, там, ничего. Мы только подключаем электричество, и всё, нам только счётчик нужен. Я к Милошу. Милош такой, типа, в чём проблема, что случилось. Начинает с ними общаться. Они говорят, мы не ставим на воду. Кто вам такое вообще сказал? У нас нет такого. Вообще, компания Эдисон, она не занимается тем, что ставит солнечные панели, которые подключаются к помпе воды. Милош, давай звонить в эту компанию. В этой компании, говорит, мы не знаем, как вам так сказали. Сейчас я узнаю, перезвоню. Ну, в общем, ну, честно, вот честно скажу, почувствовали себя какими-то, извините меня, простофилями, какими-то лохами, вот честно. Так неприятно это было, потому что, ну, мы заказывали, мы рассчитывали. Зачем нам тогда 11, если нам с головой хватит и 10 панелей, правильно? Получается, нас развели ещё на то, чтобы купили мы ещё одну панель дополнительную, которая, по факту, нам, в принципе, и не нужна была бы. И получается, что воды горячей у нас не будет, то есть не подключаются у нас к помпе, к воде. Вот эта ситуация, конечно, вообще, ну, скажу, очень неприятная, очень. И до сих пор, Милошу так никто и не перезвонил. Я имею в виду, с этой компанией, не там, руководство должно было перезвонить, с ним пообщаться. Никто так и не перезвонил. Насколько я знаю, владея информацией, Милош сегодня звонил. И там, когда ты звонишь, то ты выбираешь, с кем тебя нужно соединить и по какому вопросу. И там, кстати, есть такая функция, что ты можешь дозвониться, если у вас возникли проблемы с помпой на горячую воду. Так я не понимаю, они подключают или не подключают. Ну, в общем, Милош будет с ними дальше общаться, не знаю, чем это всё закончится. И ещё есть такой нюанс, там есть у них табличка. Чуть позже покажу, я просто сейчас в магазин мне надо сходить. Есть табличка у них, которую компания Эдисон просит, чтобы мы её куда-нибудь разместили у себя там на воротах или где-нибудь, для того, чтобы другие люди видели, что у нас стоят солнечные панели и могли связаться с данной компанией. То есть, своего рода реклама. Ребята, когда монтажная бригада попросили, ну, не попросили, а просто объяснили мне и сказали, что вот, если хотите, можете повесить, то я им сказала, что не, не, не буду, потому что я обижена из-за того, что нас так развели, из-за того, что нам пообещали одно, а по факту получилось другое. Ну, ребят, ну, я не знаю, может, конечно, я чересчур как бы к этому придираюсь, но я не люблю, когда говорят одно, а по факту делается совершенно другое. Если вы сказали, что будет одна из солнечных батарей на тёплую воду, то будьте любезны это сделать, как бы. А так, извините меня, потом сказать, мы не знаем, как вам так сказали, мы не знаем, почему вам так сказали, мы не знаем, откуда у вас такая информация, но мы же с Милошем не с головы это взяли, тем более, я же ещё раз объясняю, что как бы изначально нам посчитали 10 солнечных панелей, а потом, когда я сказала о том, что я очень хочу, чтобы ещё и вода была горячая, нам сказали, что нужно тогда ещё одну панель заказать, которая будет идти конкретно только на воду, что она вообще никак не будет касаться электричества. Вот. Поэтому как-то чувствуешь себя немножко не очень хорошо. Я сказала ребятам из монтажной бригады, что нет, нет, я не буду как бы эту табличку устанавливать, что мне не хочется. А сейчас так подумала, но это, в принципе, и их же работа, то есть если будет больше клиентов, то эти ребята смогут больше ездить по объектам и тем самым зарабатывать денежку. А вот что касается именно монтажной бригады, то я из 100 баллов ставлю им все 150. Почему, объясняю. Потому что ребята вежливые, культурные, делали всё быстро, тихонько, никто тут не орал во дворе, никакой ненормативной лексики ни разу я не слышала. Всегда, пожалуйста, спасибо, всё на «вы». Я им предложила чай, кофе, они вообще были в шоке, что я им предложила. Если вам не сложно, то с удовольствием, спасибо. Потом я увидела, что они работают, ну и так как бы не было такого, что я видела, что они там сели и кушают, обедают. Ну как бы работали они во сколько, они приехали где-то в 12, да, и уехали где-то в 8, ну 8 часов получается работали. Я приготовила борщ, предложила им покушать, они как бы с удовольствием покушали, не отказались. Ну и правильно, потому что за 8 часов хочется как бы и покушать правильно, тем более как бы сухомятку. А я сама работала, я знаю, что такое, как бы приготовить борщ в хостеле, в съёмном жилье, ещё с тем расчётом, если ты работаешь по 12 часов, по 10, по 15 дней без выходных, без ничего, то я прекрасно это всё понимаю. Вот, так что по поводу работы, ребят, я очень довольна, молодцы. Мало того, они мусор весь пособирали, я сначала вообще думала, что они будут его забирать. Они говорят, нет-нет, мы его оставляем. Я говорю, так не собирайте, я сама поубираю. Вплоть до того, что тут хотели и позаметать, и всё. Всё рассказали, всё объяснили. Так что можете нас поздравить. У нас теперь есть солнечные батареи. Попробую сейчас пойти ещё раз поснимать, вам показать. Вот здесь у нас, получается, на крылечке, на входе находятся все счётчики, стабилизаторы. Это сам этот аппарат, на котором показывается энергия, как нам поступает. Это, я забыла, как он называется. Ну, в общем, это вот эта вот штука, которая, когда скачет, да, энергия, то она всё это задерживает для того, чтобы никакие дома приборы, никакая оргтехника и просто электротехника, чтобы она не сгорела из-за скачков энергии. Стабилизатор. Стабилизатор энергии, по-моему, так он называется. А здесь у нас сами эти пробки-корки. Ну, и здесь я уже сказала, что этот, как он называется, инвентар, ПВ-инвентар, где показывается, как он у нас работает. Вот тут, в принципе, такая панелька будет загораться, здесь будет всё написано. Так нажимаешь. На данный момент, почему я ничего не нажимаю, вам не покажу, потому что у нас отключено. Почему отключено, сейчас расскажу. Ну, и сами панели там лежат на крыше. Получается, у нас самый верхний ряд там лежит пять, потом идёт четыре, и внизу две, они так, как сказать, горизонтально лежат. Не знаю, видно вам или нет. Очень хорошо положили, быстро всё делали, без проблем. Как бы всё ровненько, аккуратненько. Мне нравится, как лежит. Мне ещё понравилось то, что эти ребята, которые делали всё, они рассказали про все нюансы, про крыши какие бывают, что происходит, как они устанавливают. То есть много-много дали информации полезной. Почему я так говорю? Потому что я уже говорила в предыдущем видео о том, что когда мы с Милошем решили, что мы хотим себе установить солнечные батареи, то многие начали говорить, нет, нет, что вы, это такой бред, и выплаты там не делаются, и крыша может загореться, и энергии не хватает, и энергия, которая уходит, как это сказать, в государство или куда она уходит, ну, ту, которую мы не израсходовали, она уходит, эта энергия в энергонадзор этот, или как правильно в Польше он называется. Вот, она уходит туда. Но потом, когда, если нам надо, мы можем её вернуть, но забираем её минус 20%. То есть вот так вот происходит. Они берут за хранилище энергии 20%. Но дело в том, что ребята рассказали о том, что нужно просто приловчиться. Нужно приловчиться, понимать, в какой период времени стараться больше энергии израсходовать, как её ты можешь больше израсходовать, ну, естественно, включать все приборы. Да что со мной? Приброры? Естественно, включать все приборы электрические, то есть как бы днём стараться максимально там запускать стиральную машину, сушильную машину, пылесосы там, если необходимо, какие-то там устройства для зарядки чего-либо, то есть стараться как бы это всё делать днём, когда очень много солнца. Также как бы из расчёта того, что у нас теперь будет 11 солнечных батарей, и они все будут на энергию, то планируем, скорее всего, наверное, поставить себе водонагревательный бак. Ну, потому что, ребят, в летний период как бы топить углём для того, чтобы была горячая вода, ну, как-то это не очень забавно. Теперь, исходя из того, что у нас энергии будет предостаточно, мы можем себе позволить поставить водонагревательный бак, причём можем поставить очень мощный, большой, и воды будет хватать и нам с Милошем, и всем нашим гостям, и родственникам с головой. Так что вот как-то так. А, я ж не договорила по поводу того, почему у нас сейчас не работает. Вот ещё какой нюанс, что мне не понравилось в работе консультантов. Это то, что, во-первых, он нас обманул по поводу того, что у нас будет одна солнечная батарея на воду, то, что у нас вода будет нагреваться. Второе. Он ничего нам не сказал о том, что необходимо для вот этого оборудования, ну, вот это, которое я показала, да, для вот этого оборудования, что будет необходим хороший Wi-Fi. Это очень важно, потому что если будет плохой Wi-Fi, если будет там какие-то переборы, то мне на приложение в телефон своевременно не придёт информация, а это не есть хорошо, потому что вся информация, в принципе, я могу не ходить, здесь на панели не стучать, не смотреть, но тем более, понятное дело, мы же не сидим целыми днями дома, мы куда-то и уезжаем, и всё, и работает, то есть всё. Я в любой момент могу зайти, посмотреть, что вообще происходит, как у меня энергия поступает или нет, и как она израсходуется, и всё ли хорошо работает, нет ли каких-либо там скачков, и не дай бог ещё каких-то там ошибок, каких-то аварий. То есть для этого необходим хороший Wi-Fi. Он нам об этом не сказал. И когда ребята устанавливали, то нам пришлось как бы наш роутер, а он у нас стоит в комнате, потому что у нас и компьютер, и телевизор, и всё от него работает, и он стоит у нас в комнате. Нам пришлось его перенести сюда, в комнату поближе. Опять же, это ещё хорошо, что Милош буквально недавно поменял роутер на более мощный роутер, потому что если бы был тот старый, я не уверена, что всё бы нормально подключилось. Так что это второй минус консультанту, который нас обслуживал с компанией Эдисон. И третье, что я хотела сказать ещё третье. Что-то хотела и забыла. За Wi-Fi вспомнила. Третье, самое важное. Консультант нам сказал, что когда привезут нам панели, приедет бригада, которая будет совершать монтаж в течение от трёх до пяти дней, а может быть такое, что и даже две недели. Я вам серьёзно говорю. Когда приехали ребята, они приехали где-то в час, уже начали, по-моему, делать. И где-то в часа в два, в три. Может чуть позже. Ладно, неважно. Наверное, в часа три, да, потому что я им предложила кофе, а у нас ничего не было под кофе, там никаких печенюшек. И я в магазин пошла. Так вот, и я Милашу говорю в три часа, что сколько дней они будут делать? Она говорит, ну, сказали, что там несколько дней, может дня два, три. Я говорю, так они уже восемь панелей положили. Ну, и туда-сюда, когда я уже там им сделала кофе, когда там как бы разговаривались, я спрашиваю, а сколько вы будете делать? Они говорят, ну, как, сколько сегодня закончим? Я говорю, да. Я говорю, я думала, несколько дней. Они говорят, мы что так непрофессионально выглядим, что несколько дней. Я говорю, да не в том плане, а в том плане, что просто консультант там так сказала, что несколько дней. Вот. Ладно, это такой нюанс, как бы по поводу монтажа, ничего страшного. Но вот по поводу того, что после того, как нам установят всё, как нам всё сделают, что после этого делается заявка в энергонадзор, или как называется, в ту компанию, которая поставляет нам энергию, да? Не солнечную энергию, а энергию, которую поставляет нам. Они делают туда заявку, и та компания должна приехать, у них есть срок до 30 дней, то есть они должны в этот срок вложиться, до 30 дней. Как сказали ребята, бывает такое, что они через 4, через 5 дней могут приехать. Говорят, ну, некоторые ждут, говорят, конечно, и по полмесяца, то есть по 15 дней. Кому как повезёт, смотря кто в каком регионе живёт. Так вот, они должны приехать, поставить новый счётчик, либо этот наш счётчик, который у нас есть, его обнулить и запустить. И только тогда, когда нам поменяют счётчик, либо его обнулят, только тогда мы сможем пользоваться уже солнечной системой, солнечными панелями. Так что вот этот нюанс нам тоже не сказали. Нам сказали, нам поставят, и всё, мы сразу сможем пользоваться. Нет, ребята, оказывается, ещё нужно дождаться, когда приедут люди, которые с энергонадзора, энергонадзора этого, которые должны либо счётчик поставить, новый поменять, либо этот обнулить, потому что у нас сейчас счётчик будет, тот, который на энергию стоит, который мы сейчас ещё пользуемся. Через него будет идти вся энергия солнечная. Вот, по-моему, всё рассказала, все нюансы, заикала, секала, бегала. Ну, бывает и такое. Я честно скажу, я вся липкая, варёная, мне жарко, душно, дышать нечем, нос постоянно у меня заложен, у меня кровь постоянно с носа идёт. Я честно устала от этой жарюки. Я вот на улицу вышла, буквально чуть-чуть с вами поболтать, и уже смотрю, что у меня всё лицо уже красничее. Сейчас сбегаю в магазин, и пойду купаться, потому что надо как-то охлаждать своё тело, потому что такое ощущение, как будто я варёная вся изнутри. Очень жарко. И на этом я с вами, ребятушки, попрощаюсь. Увидимся с вами скоро, так что не переживайте, расскажу о всех остальных нюансах, как и что происходит. Если не забуду, вставлю фотографию этой компании Эдисона в данном видео. Если, конечно, не забуду, потому что, ребят, я не знаю, что со мной, я же говорю, я варёная, вся липкая. Сегодня пришло смс-сообщение о том, что у нас сегодня ночью планируется буря, ураган, сильные порывы ветра. Надеюсь на то, что дождь будет, но, конечно, очень сильно переживаю, чтобы не было очень сильных тут порывов ветра, бурь, молнии ураганов. Всё, всех люблю, целую, всем хорошего настроения, хорошего просмотра и до новых встреч на моём канале. Папа, бузячки! Четыре часа дня, солнце так печёт, что же, кажется, как будто, не знаю, часов 12. Ух, купила вот такую какую-то полоску от мух. Кефир себе взяла, я уже не знаю, хочу пить и воды не хочется, потому что воды много напьёшься, потом ходишь как шар. Хотела вам показать, вот у людей тоже здесь реклама, SunGref, SunGref. Взрод почте в инсталляции до 40%, но я смотрю, что у них на дому нет солнечных батарей. Возможно, они просто повесили рекламу, какую-то денежку зарабатывают, потому что у них нереально на крыше нет солнечных батарей. А, так вот, воды уже не хочется много пить, чай тоже не хочется, потому что, ну, очень жарко. Решила себе взять кефирчико. Заодно, как говорится, и поужинаю. Кефирчико выпью и хватит. Ой, духотень. А что, у нас какая-то проблема с мусором. В понедельник должны были забрать пластик. Я его выставила в оконцовке, никто так и не приехал, не забрал, я и занесла эти мешки обратно. А сегодня у нас среда, по графику у нас никто ничего не собирает. Но люди почему-то повыносили мусор. Это мешанный мусор, вот ковши эти. Причем, смотрите, много. Там, я смотрю, вообще мешок стоит с пластиком. Я тоже, естественно, вынесла, думаю, мало ли, может, график поменяли. Но по графику стоит, что должны забирать завтра. А исходя из того, что сегодня ночью по прогнозу бури и дожди, я теперь подумываю о том, как бы мне этот ковш убрать, чтобы его, не дай бог, ветром не сдуло никуда. Ну и походу уже 4 часа, вряд ли, что кто-то приедет за мусором. и походу. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok